Восьмидесяти четырехлетнюю народную артистку России Лию Ахиджакова ушли на пенсию с новостями Жан Содель. Здравствуйте! Многие постоянно удивлялись, ну как так? Живет в России, критикует власть, много с чем не согласна, но при этом продолжает работать в театре «Современники». Вот все-таки ее лишили последней роли, по сути, выгнали из театра. Говорит, директор предупредил, что ее больше не будет в репертуаре из-за того, что письма пишут некие разгневанные люди. Она также сказала, что сидит и плачет, при этом знает, что это за люди. Ахиджак вот признает, что сделать уже ничего нельзя, но при этом надеется, что вдруг что-то изменится. Она проработала примерно полвека на сцене театра «Современника» и сама действительно с критикой к себе относится и говорит, кому я нужна. Я всегда была актрисой «Современника», всю жизнь. А с другой стороны, а 84 года, сколько можно работать? Можно и на пенсии побыть, отдохнуть, пожить. Вообще, знаете, для меня это очень странно. Вот согласитесь, если люди, допустим, занимаются какой-то силовой работой, там, не знаю, ремонты делают, хотя нет, до последнего тоже могут до 80 лет. Если, ну, грузчик, к примеру, да, грузчик постоянно грузит, он же не будет 80 лет этим заниматься. А вот когда человек популярный, где-то там ведущий, где-то еще кто-то там, актер, актриса, да палкой не выгнают, да? То есть цепляются за работу конкретно, как за горячую трубу. А с другой стороны, там, 84 года, ну, можно и пожить, и дома побыть, да? То есть многие люди, как я понимаю, они не представляют свою жизнь без работы. Ну, почему же? Почему же? Можно и дома хорошо существовать. Есть, собственно, интернет, цивилизация, да, и много есть различных занятий. Затем, зачем им находить на работу, да? То есть просто люди, видимо, не представляют себя, что они будут делать с самого утра, и привыкли, действительно, ходить от точки А к точке Б и постоянно куда-то ездить на работу. Многие, действительно, удивляются, как она вообще в России продолжает жить, да, после таких высказываний, которые я делала. Но, тем не менее, она продолжает бороться, и также Лея Меджидовна, да, вот такое отчество Меджидовна, да, обратилась к члену Совета по правам человека при президенте России, чтобы узнать, кто же придумал убрать ее из спектакля. До какой степени это их идея, или это, просил директор, кто автор идеи убрать меня на почти 50-м году служения современника, убрать со сцены замечательного театра, которого я не достойна. Такая вот новость. Напишите комментарий под этим видео, что думаете. Конечно, подпишитесь на канал, дальше будете вместе обсудить. Неважно, сколько просмотров, помните, что нас обязательно смотрят, особенно те, о ком мы говорим. С новостями вас познакомил Жан Содель.